Эукариотические клетки Эукариотические клетки Эукариотизация – это рубежное событие, которое отделяет простую и распространенную жизнь от сложной и маловероятной. В поддержку этой гипотезы говорит и то, что мы не знаем, насколько закономерно было это событие, особенно учитывая, что после этого не осталось ни переходных форм, ни реликтовых видов с комбинированными наборами органеллы генов. На деле же есть прокариоты, есть архибактерии, есть эукариоты и огромная пропасть между ними. Основной гипотезой, которой объясняется эукариотизация, является гипотеза симбиоза. В случае митохондрии это даже более чем очевидно. На данный момент, согласно генетическим данным, известно вполне достоверно о том, что митохондрии являются потомками альфа-протобактерий, которые каким-либо образом прижились в цитоплазме клетки хозяина. И вот здесь-то наступает довольно интересный момент. Существует одно смелое заявление, которое, тем не менее, довольно четко коррелирует с современными данными. А именно, группа ученых заявила о том, что предки митохондрии вполне вероятно в начале истории совместного сожительства с клеткой хозяином были не симбионтами, а паразитами, занимавшимися перекачкой АТФ из цитоплазмы хозяина в свою. Стоит заметить, что и сейчас среди альфа-протобактерий существует множество групп специализированных внутриклеточных паразитов, например, рикетсии. Откуда же такие выводы? Проведенная биоинформатическими методами реконструкция вероятного предка митохондрии показала, что это была бактерия с довольно малым набором генов и, скорее всего, не способная к самостоятельному синтезу некоторых аминокислот и компонент нуклеотипов. Видимо, такие на самом деле важные молекулы ей приходилось всасывать из окружающей среды. А значит, единственный способ не испытывать в них недостатка – жить внутри того, кто их производит. Более того, судя по первичным данным восстановления генотипа вероятного предка митохондрии, у него был встроенный в мембрану АТФ-АДФ антипортер – белок, способный выкачивать из окружающей среды АТФ и таким образом воровать энергию. Такой механизм до сих пор вполне себе работает с теми же самыми рикетсиями. Выходит, что по современным меркам органелла, без которой клетка не проживет и секунды, в начале этого сожительства была сверхэффективным внутриклеточным энергетическим паразитом. Дело оставалось за малым – нужно было раскрутить антипортер в обратную сторону, что, в общем-то, не составляло труда. И в таком случае потенциальный предок митохондрии начинал жить внутри клетки хозяина как симбионт, поглощая питательные вещества и являясь проводником в дыхательной цепи, а в обмен давая хозяину энергию. Вот так, согласно одной из гипотез, паразит, убивающий своего хозяина за несколько минут, стал причиной величайшего эволюционного скачка после появления жизни.